Так, Юпитер. 17 июля 2021 год. Харьков. 4.22 по Киеву. Уже светло на улице. Второй раз за эту ночь снимаю Юпитер, но уже утро, правда. Ты посмотри, какая красота. Ой, 625 миллионов километров до нашего красавца. Опять же, калиста я не вижу, но я думаю, на экране будет видно. Слева от Юпитера под 45 градусов уже идет спутник Ио, потом Европа и потом Ганимед замыкает шествие. Боже, какая красотища. Я ночью выходил снимать МКС возле Юпитера. Пролетавшая. Ну, на фоне, скажем так, да. И был просто потрясен, насколько огромный Юпитер. Он близко так подошел к Земле. Ну, по своей орбите. То есть, бывает расстояние там 900 миллионов, я помню, километров. А, вот и калиста. Прямо по центру экрана на рэшке. Увидел. Сейчас влезет к нам Юпитер. Ты посмотри, как он далеко. Ага, погоди, я почему-то иду. Думаю, что калиста. Может, это не калиста, а просто звездочка какая-то. Да, наверное, так и было. А, вот. Вот, вот это точно калиста. Все, отпустили калиста. Ох, кто-то мне в комментариях объяснял, калиста это. Жена Зевса или что-то такое. Помимо того, что спутник Юпитера. Боже, какая красотища. Я просто цвета даже этих полос вижу на Юпитере. Ну, там, это разнообразные оттенки. Охры. Насколько мужской дальтонизм позволяет мне отличать света. Да, мужчины, по-моему, там каждые 25% мужчин в той или иной степени дальтоники. Это очень красиво. Я не знаю, как это будет смотреть за. На экране, наверное, куда-то выглядит сикарно. Та, что ж такое. Куда-то делся. Давай сейчас попробую выдержку поменять. Да, уже очень светло. Ладно, давай покажем, как светло. Насколько светло. Вот так светло. Сатурна уже не видно, а вот Юпитер все еще заметен хорошо. Ну, Продолжение следует... Продолжение следует... Так, вот это я уменьшил выдержку... Ну уже явно дымка земной атмосферы мешает нам хорошо видеть... Продолжение следует... Полосы на Юпитере... Спутники Юпитера... Да... Не буду даже дальше пытаться улучшать... Хорошо повезло с безветрием... Эй, ты где? Да... Продолжение следует... Спасибо. Спасибо. Спасибо.